МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже, наверное, угорело от этого газа. Уже малыши отправила к другим бабушкам. Все болеют, насморк, кашель, дикий просто. Ну, так невозможно. Два дня вот просто из-под одеяла, из-под двух одеял в халатах не вылезала. Даже руки не вытащишь, настолько холодно. Я звонила на горячие линии, все, которые указаны, что отвечают. Я, наконец, узнала, что наша компания обанкротилась. Мы этого не знали, мы платили вообще. Включали его тогда, когда у всех, включали, обратка прогрелась, потому что она у меня в квартире. И дальше дело не пошло. Потом выключили его. Я, в общем-то, когда вчера узнала у соседок, что у нас вроде как труба лопнутая внизу. Ну, вот так включили, выключили и забыли. Ну, в подвале прорвало трубу. И все. И вот никто ничего не делает. Восемь квартир в доме. Кто как может, тот так и греется. Кто газом греется, кто обогревателем греется. И никому дела нет до нас. Соседние дома отапливаются. Вот только наш дом один. Очень холодно. Улица Пионерская, 33. По словам жителей, ремонт кровли на третьей квартире обслуживающая организация запланировала, но так и не выполнила. С прошлого года, с осени, начало все мокнуть сначала. Я, значит, так сделала дырочку и, значит, сливала воду. Вот так вот палкой. Палкой воду сливала. Вот. Когда дождь идет, значит, сливаю. Потом, значит, мне пришли, у меня рука левая не работает, пришли, прибили мне эти, вон, видите там эти, гвоздики. Прибили, прибили, как его, вот этот, как он называется-то? Потолок. Потолок, да. Потолок прибили, прибили, чтобы не падал. Не падал. Потом постепенно, постепенно, я, значит, сколько могла, лила-лила-лила-лилась там, вытаскивала, вытаскивала эту воду. Вот, и сколько мы ни обращались, они к нам и не приходили. Вот. И все время у них нет средств, нет возможностей. Я, как председатель совета этих собственников нашего дома, обратилась в нашу управляющую компанию, или она называется МП, муниципальное предприятие. Мне сказали, напишите заявление, напишите протокол. Я протокол, заявление написала она, значит, в ноябре, в конце ноября. Я, значит, в феврале, в середину подала этот самый протокол. По протоколу, значит, у меня протокол приняли, и начинается тяжба с этим делом. Значит, нам, я требую, чтобы нам определили сроки, когда, что будет. Там у нас три позиции. Вот, пол вот этот вот покрасить, этот самый там внизу. Ну, и в том числе, значит, и потолок. И они, значит, нам отвечают. Первый ответ был в июне, что в июне главный инженер написал нам ответ, что, значит, сделает нам в июне месяц потолок. Он уже тёк. Проходит июнь, я жду, начинаю опять туда идти. Вот сейчас оттуда тоже пришла. Прихожу туда и говорю, значит, когда будет у нас потолок, значит, ремонтироваться. Мне отвечают, значит, июль, август. Проходит июль, август. Опять ничего нет. Я опять туда иду. И вот сейчас туда пошла. Значит, вы не включены, то мы включены были официально, что в это вот июль, август. А сейчас мы вообще не включены, кто-то не знает, на октябрь включён. Мы опять нет. Дело кончилось, что уже в середине и августа, а вообще всё обвалилось. И продолжает течь. Это всё на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.